Живем в городе и без газа, жалуются челнинцы. Однако в скором времени все должно измениться. И наконец-то согреться теплом домашнего огня смогут жители поселка Суар. Этого события они ждали 10 лет. До сих пор около 40 семей поддерживают тепло в своих домах электричеством. О том, что поможет сделать их жизнь не только комфортнее, но и экономичнее, смотрите в следующем сюжете. Сейчас поселок Суар включает в себя 4 жилых комплекса, 3 из которых газифицировали еще в 2006 году. Остальные дома до сих пор отапливаются электричеством. Отсюда и счета за коммуналку. Суммы зимой достигают порой 15 тысяч рублей. Все тут пенсионеры. Вот они все пенсии отдают только на электричество. Только на электричество, на отопление, чтобы прогреть дом как-то. В городе живем и без газа. Ладно, вот ребята у нас сейчас начали проводить. Вот газовики, вот Руслан, вот сам бегает, все делает, как бы старается для нас там. И вот уж надеемся, что проведут. Газификация первого комплекса у нас, это очень такой долгожданный, потому что мы столько лет жители этого первого комплекса ждали газификацию. Очень много уже и письма писали, все было. Но наконец-то в этом году через фонд газификации был решен этот вопрос. На улице первого комплекса уже проложили около двух километров газопровода, который в будущем будет поставлять голубое топливо более 40 домам. Общая смета всех работ составила 6 миллионов рублей. Почти доделали уже. Вот осталось где-то до конца недели уже доделаем. Осталось земляные работы уже. 150 метров где-то проложить газоснабжение трубу. И все, на этом заканчиваем. А вот проведение газоснабжения непосредственно в дома ложится на плечи их хозяев, которым оно обойдется в сумму более 30 тысяч рублей. Однако сразу заплатить такие деньги могут не все, поэтому некоторым жителям подключат газ позже. Тем же, кто уже заплатил, осталось ждать совсем немного. После завершения всех земляных работ жителям первого комплекса поселка Суара остается лишь оформить необходимые документы. Планируется, что к Новому году в 14 домах появится голубое топливо.